лена я просто где ты пряталась все это время я не пряталась или пока вот вечеринку с пивом не организуют и не появляется да без пива никак такой пенится пиво и появляются они мы втроем я себе уверен больше чем в ком-либо поэтому конечно золотой поезд деда со звездами извините новости особо ты нету вообще принципе ничего не происходит давай заново доброе утро мы сами того не ожидали но в эфире ньюзости да порой мы так заняты тренировками распространением и пропагандой джиу-джитсу что нам буквально не хватает времени на наш любимый еженедельный формат ньюзости а бывает так что новостей за неделю слишком много и они блин такие все объемные что просто руки опускаются от представления объема работы посему мы такие выпуски откладываем пока темы его перестанут быть актуальными а потом уже и делать ничего не надо ибо актуальность прошла всем доброго времени суток сегодня новостей немного поэтому у нас есть шанс к ним внимательно присмотреться сегодня в выпуске предстоящий гран-при по невазе в таиланде кем будет ваня тельнов когда вырастет стас варшавский готов писаться на крейк джонс инвитейшнл сам крейк джонс обратился к колдунам магам и цыганам дабы наколдовать волшебную туфельку габи гарсии потерянные еще в молодости ну и на сладкое супер бжж тусовка прошедшая на выходных смотрите нас внимательно смотри я последнее время был занят делами на выпуск новостей нужно снять не их нужно где-то брать расскажи какие новости чё где как кто с кем новости особо ты нету вообще принципе ничего не происходит все готовятся к чему готовится я уже слушаю не первый раз все готовятся к чему к джеки когда понимаешь что попал выпуск новостей поэтому ты должен рассказать какие новости или где чё чё есть чё слышал чё видео какие сплетни слушайте то с кем спит бля борется мы про борьбу ладно слушайте закрытие сезона сборы я курю сигарету ну а в твери чё какие новости до 3 ничего юра сейчас уехал я в москву перебираюсь с начнем москве тренить все в твери никого нет все в твери уже никого не это да что там тренить перекати поле и централ да я понял но в целом все чё как настроение а рассмотрю у тебя подсказывает ребят поддержка да про егэ ты егэ сдал да и г сейчас давал кем будешь когда вырастешь реали бетологом реали бетологом реали бетологом реали бетологом реали до бетологом этот человек который реально в бетолога в бетологии понимаю да 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 то самое рели бетология реали бетология не понял спасибо партнер выпуска джиус эйл то самое место где всегда здорово можно сэкономить на экипировки без потери качества недавно совместно с ними мы выпустили супер легкая супер стильная летняя гид которая в данный момент обкатываем но об этом как-нибудь следующий раз продолжается батл между и 10 и крейг джонс вы же в курсе что крэйг джонс решил немного подгадить и диссиси слегка пошатнуть незыблемость бренда организовав турнир имени себя в те же дни что и и диссиси уолт 2024 тема настолько всех затрагивает интересует что даже стасу варшавскому во время съемок шоу фикс май джиу задали вопрос на пейджер к нам на пейджер поступил вопрос я знаю что такое пейджер знаешь что ты видел их когда вопрос стас представьте что вы топовый борец и чтобы вы выбрали и диссиси уолт или крэйг джонс на самом деле правильный ответ это естественно король партера вот на самом деле это очень интересный кейс до который сейчас происходит и насколько я знаю что благодаря вот этому турниру от крэйга джонс дайдра и диссиси теперь будут платить вот эти шоу обмани да то есть его за участие да но суть в чем с точки зрения роста спорта если говорить сейчас про статус сейчас очень сложно сказать почему потому то что крэй джонс таким образом до большим большим финансовым призом смотивировал и переманил очень многих людей из и 10 статус этого турнира он в итоге для людей кто понимает он будет выше кейджер продолжает хайповать и колдовать он уже обратился в программу ищу тебя чтобы доукомплектовать карт участников своего турнира и уже потратил какую-то часть 3 миллионного бюджета крэйг джонс инвентейшнл на поездку к цыганам да мы же являющиеся большими специалистами в освоении бюджета окурили крэйга джонса обезопасили погадали ему на габи гарсию и попросили у духов и у матери моржихи удачи и непобедимости для самого крэйга джонса ну а в завершении подарили ему туфельку габи на счастье они так и сказали хор шууз вот такая вот история современной золушки посмотрим чем все это закончится и очень ждем информации о том что деньги у крэйга джонса после этой поездки все же еще остались что можно сказать про крэйг джонс во первых он сам сказал что он никогда бы не смог выиграть и dcc поэтому сделать свой турнир да это прикольно но я хочу сделать важное точнее крэйг джонс даже в казахстане не первый номер в любой другой день вы бы в жизни не подумали что эти кадры с джиу-джитсу вечеринки если кто не в курсе джиу-джитсу это типа спор и это спортивная вечеринка с пивом бургеры и с прочими элементами спортивного питания ты понимаешь что сегодня будет здесь происходить да будет турнир будут ребята бороться четыре схватки женщина это можно это нормально головно право-лево-лево-право где покажи правую руку правда одна из них права окей так ну будет ребята бороться четыре схватки это по-моему они там кто не эти эти уже пенсионеры не так дал ты эти мастера простите ребят мастера я тоже уже мастер поэтому тоже пенсионер да да еще и женщина еще и женщин пенсионерка папа да спасибо лет пить пиво есть бургер я специально не завтракала чтобы приехать покушать хорошо плотненько вот но и заодно посмотреть на борьбу на это будет для всех это секрет пока я уже у всех спросила таким мы не знаем ну в общем либо мне не хотят говорить не любят меня либо реально не знают все пришли узнать кто борется сейчас узнают и уйдут может быть и так суббота бар и первый наверно в россии турнир проходящий прямо в баре надо рассказать как это произошло у меня два ученика решили зубом побороться причем не просто так а на деньги каждый поставить режим 30 тысяч я подумал делать такое мероприятие в зале это слишком скучно у меня у друзей открылся недавно бар там есть идеальная площадка под татами я подумал что блин надо сделать турнир в баре потому что жужу скажите что любят бороться и пиво а у нас сегодня четыре пары потому что это пробуем турнир мы не анонсировали как потому что основная идея что это схватки не ради схваток это тусовка и тусовки что вы пришли посмотреть на борьбу попить вкусного пива поесть вкусный булгер поэтому мы не раскрывали имена участников у нас четыре пары среднего участников это старше 30 лет да это пурпурные и коричневые пояса это обычные ребята которые работают у некоторых там по несколько детей до занимаются джиу-джитсу и вот хочется людям фаном побороться принято побороться с кайфом да не вот настояло порубиться за медаль куда а вот получить прям от борьбы удовольствие все очень просто схватка 10 минут они ставят на себя деньги победили забирают всю сумму привет привет говорят ты сегодня на матах на татами когда я вижу на афише в лап лосин на татами приезжаю с кем ты сегодня сражаешься я сужу только я только с судейством сражаюсь ты один против 2 один против двух и против их секундантов тренеров родители ну тут вряд ли родители придут сегодня со своими родителями нельзя ты знаешь что будет бороться я нет какая разница хотя представление место ну да примерно ребята такие работяги любители джиу-джитсу большие любители джиу-джитсу и пиво в лучшем бороться отлично а им между я знаю там будет несколько раундов до а им между раундами наливают вот этого я не знаю подробности не знаю рефери наливают рефери рефери наверное да наливают но рефери пить не будет наш вес гонять куда готовится рефери я нас еще деле в таиланд лечу на невазу гран-при в таиланде него забудь ну-ка расскажи нам программ а если честно сам особо не знаю это один из рейтинговых турниров календаре джиев и вот нас туда везут сколько человек от россии туда поедет я знаю что по невазе точно я еду и по моему белал 94 плюс едет и там ребята еще по файтингу и возможно под оси стим но я точно не знаю там по фамилиям не подскажу напомню какие числа а турнир будет 21 по 23 я по 23 борюсь июня июня да окей удачи все спасибо большое давно я понял кроется где никто не тонет а тонут всегда в воде реки моря проливы сколько от них вреда и губит людей не пиво губит людей вода губит людей цock ну прыгайте вот взял и развел водой И поднувшись криво, крикнул в день сода, а губят людей не пиво, а губят людей вода, а губят людей не пиво, а губят людей вода. Несмотря на то, что мероприятие достаточно неформальное, подход очень серьезный. На самом деле сейчас более-менее все тихо. Благодаря Мише организован сейчас такой прекрасный турнир. Здесь ни хрена не тихо. Ну, я о том говорю то, что сезон турниров и заканчивается, а Мише решил его так красиво завершить. Не хватает, наверное, джиу-житсу как раз-таки вот такого элемента шоу, как мне кажется. Потому что у нас все достаточно серьезно, мы все стремимся даже в суперсватках к такой официальности. А вот такой формат, я думаю, за именно этим лежит будущее. Так что это по-любому нужно развивать. Ты уверен, что в джиу-житсу все серьезно? Подпишись на фриксов. Илюх, уже наконец. Ну, я имею в виду на официальных турнирах. Типа, где дают там, пиз*** всем. Иван, вот ты в Рашгарде, как будто бы ты сегодня бороться собрался. Что, соперников не нашлось? Ну, я собирался, мне отказали, сказали, что я не скуф и меня не допускают. Ты недостаточный нонейм. Да, и я как бы сразу оделся, чтобы на замену выскочить в случае чего-то. Когда ты будешь выскакивать на таких турнирах? Или нет? Тебе только потерялся. Я только за, наоборот, такие турниры. Меня, наоборот, они привлекают гораздо больше, чем официальные соревнования, по той причине, что я себя на таких турнирах чувствую как дома. Спасибо, Илья, за интервью. Мне просто принесли пиво и я вынужден отвлечься. Если душевно ранен, если вокруг беда, Ты ведь придешь не в баню, ты ведь придешь сюда. Здесь ты вздохнешь счастливо, кряхнешь и скажешь да. Губит людей не пиво, губит людей вода. Губит людей не пиво, губит людей вода. Я никого не увидела вообще. Хорошо. Потому что они почему-то на полу валяются, я не понимаю почему, что это за борьба такая. Никакой движухи совершенно. Валяются деды какие-то по полу. Ой, не это, вырежи это, пожалуйста. Ты тоже, знаешь, не пера свяжется. Вот о том и речи. Давай я тебя перебью, короче. Давай, перебей меня, только не больно. Вот так вот. Было круто. Правда, мне понравилось. Мне кажется, что так должен развиваться формат Submission Only Show всяких. Потому что та борьба, которую показали вот эти вот никому не известные парни. Это я их видела сегодня первый раз. Ну ладно, некоторый второй. Ну вот Данила, который Данила Потеря. Потом Ануар. Это лучшая схватка вечера была. И это реально была бомба. Ну то есть они прям заряженные такие вышли. Потом Денис, не помню фамилии у него. Антипенко, не Антипенко. Вот что-то так. Кажется такая фамилия. Но я очень часто его вижу на турнирах. Вот. Остальных, к сожалению, я не запомнила. И не знала ранее до этого. Ну, что самая главная отличительная черта вот сегодняшнего ивента? Атмосфера. Ну и в заключении. В начале выпуска Ваня Сельнов сказал, что все к чему-то готовятся, что все готовятся к AGP Grand Slam. Да, готовимся к AGP Grand Slam. Мы еще даже не смотрели списки черных и коричневых поясов, дабы не обнадеживать себя или не расстраивать. И да, ребята. Тренируемся. Готовимся к AGP. Чтобы... Тренируемся. Готовимся к AGP. Чтобы быть Grand Slam еще сильнее. Занимайтесь спортом. Всем пока. Продолжение следует.